Здравствуйте, меня зовут Ольга Продан, и сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. О хрупкости мира иногда напоминает искусство. Так в музее города открывается фотовыставка «Хрустальный мир». Она расскажет историю одноименного проекта для детей с особыми потребностями. На открытии гостей ждет специальная программа «Начало в 11.00». Вход свободный для всех желающих. А пока золотая пора осени не закончилась, самое время вспомнить о романтичных прогулках и, например, сходить на экскурсию авантюристы и романтики во Владивостоке от бюро «Время города». Вы услышите не только истории из жизни смельчаков, которые стояли у истоков становления приморской столицы, но и о приезжих авантюристах, о поэтах, музыкантах, героях гражданской войны и даже полярных исследователях. Стоимость билетов – 200 и 300 рублей. Обязательно запишитесь на экскурсию заранее. Она начинается в 14.00. Сегодня в библиотеках можно не только обогатиться культурно, но даже научиться языку программирования. Молодежная библиотека «Бук» приглашает школьников на лекцию в рамках проекта «АйТи Лаб». Быть профи в этом деле не обязательно. Лекция рассчитана и на новичков, учеников средних и старших классов. Участие бесплатное, приходить можно после уроков к 18.00. Но если вас перестали радовать даже самые яркие городские события, загляните в эту пятницу в парк Минного городка на благотворительную ярмарку «Котят из приютов». Возможно, именно оттуда вы уйдете домой с маленьким уютным счастьем в руках, причем совершенно бесплатно. Дарить четвероногих друзей будут с 11 часов утра до 16.00. В Центр современного искусства «Заря» приехал новый резидент из Москвы. Художница Устина Яковлева работает с живописью, графикой и инсталляцией, используя такие материалы, как ткани, нити, бусины и бисер. Сейчас Устина разрабатывает серии, главные персонажи которых напоминает морских существ – моллюсков и медуз. В субботу художница проведет приветственную лекцию и расскажет о своем подходе к искусству и профессиональных практиках. Вход свободный, начало в 19 часов. К слову о творчестве. Дальневосточный фестиваль грима и боди-арта Color Wings пройдет на выходных. Свои работы мастера представят на тему ангелы и демоны. Днем увидеть открытый процесс создания рисунков на теле можно бесплатно, а вот стоимость закрытого показа вечером – от 500 до 3500 рублей. Но спорить на тему, какой цвет сейчас самый совершенный, бессмысленно. Тем более, когда есть команда профессионалов, которые с года в год выбирают актуальные цвета. А увидеть эти цвета на волосах еще интересней. Загляните на выставку окрашиваний Pantone в старом дворике Гума. Это уже вторая выставка из серии коллекции, которая в будущем сформирует полноценный лукбук. Вход бесплатный, начало в 9 вечера. Утро последнего выходного дня не обязательно проводить в постели до полудня. Лучше вместо этого всей семьей выбраться на открытую тренировку с призером Олимпийских игр, грибцом Иваном Штылем. Будет и пробежка, и легкая зарядка. Сбор участников в 7.30 утра у ресторана «Семь футов» района Гершельда. Тренировка бесплатная. Развлечь ребенка в воскресенье можно, сводив его на спектакль. Лирическая словацкая сказка «Айстенок и пугало» пройдет на малой сцене в Приморском краевом театре кукол. Сказка расскажет о трогательной дружбе двух совершенно непохожих друг на друга персонажей. Начало в 10.00, стоимость билета 250 рублей. А тем, кто постарше, можно съездить в Центр современного искусства «Заря». Там продолжаются показы современного кино Норвегии. В 17.00 состоится показ фильма «Братья». На протяжении 10 лет режиссер картины снимала своих двух сыновей. Будни взросления и необычные происшествия, которые случаются с каждым мальчишкой, образуют лиричный портрет молодых ребят, постигающих мир. Вход на показ свободный. Вечером на концерт неоклассической музыки приглашает Приморская филармония. Молодой пианист Илья Бешевли из Красноярска стал одним из самых популярных композиторов не только в Сибири, но и во всей России. Его музыку отличает новаторский подход и легкость восприятия. Именно поэтому ее так часто используют в кино. Начало концерта в 19.00. Цена билетов от 500 до 1200 рублей. На сегодня это все. Нескучных вам выходных. Еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова